Всем огромный привет! Меня зовут Карина. Сегодня у нас будет парфюмерное видео и мы поговорим о фруктовых ароматах, ну, конечно же, на лето. Всё-таки на дворе у нас оно самое, хотя, глядя на погоду за окном, а у нас сейчас плюс 14 и идёт дождь, ну, конечно, не скажешь, что лето уже пришло. Тема фруктовых ароматов, казалось бы, ну, самая очевидная на летний сезон, потому что у большинства из нас лето именно с фруктами ассоциируется. Мы ждём лето для того, чтобы отъесться клубники, черешни, абарбузов, помидоров, конечно, хотя помидор не совсем фрукт, он, по-моему, ягода. Нет, это арбуз, ягода, неважно. Ну, вы понимаете, да, все мы стараемся есть летом побольше фруктов. Вообще, в целом, лето ассоциируется у многих людей с таким чилинем где-нибудь на даче, в лежаке и так далее, и, собственно, прикусывая какие-нибудь сочные такие вот прям зрелые южные фрукты. Но почему-то тема фруктовых ароматов, она в целом, вот я так посмотрела по ютюбу, обычно фруктовые ароматы мелькают в каких-то, знаете, подборках, просто типа моя парфюмерная коллекция, и делают её обычно не парфюмерные блогеры. А именно парфюмерные блогеры как-то снобистки, практически фруктовые ароматы обходят стороной. Причины тому подозревают две. Первое, собственно, в том, что всё фруктовое семейство, оно достаточно молодое. И, в общем-то, да, только с развитием аромахимии фрукты в парфюмерию стали внедряться. И великих ароматов среди ароматов фруктовых их не так много. Фруктовых шипров, да. Но давайте говорить прямо, фрукты во фруктовых шипрах, конечно, играют некую определяющую, но далеко не ключевую роль. Можно вспомнить тот же самый Мадам Рошас, да, безусловно, ой, Фэм Рошас, безусловно, сливы и персики там очень важны, но всё-таки это аромат не столько про сливы и персик, сколько всё-таки это шипр, ну и так далее. Плюс ко всем прочему, нулевые годы и десятые годы, в которые фруктовые ароматы были чертовски популярны, которые породили вот это великое множество всех этих компотиков, так называемых, сыграли фруктовым ароматом, конечно, не на руку. Потому что, ну, теперь, ну, фруктовые духи это такие летние лимитки эскады или что-нибудь в этом духе, ну, то есть что-то, что не ассоциируется в головах людей с такой некой высокой парфюмерией. Ну и да, как я сказала, за счёт того, что семейство достаточно молодое, оно не так много великих ароматов в истории оставило. А само по себе, если говорим просто фруктовые, без приписки фруктово-цветочные, или фруктовые шипры, или там фруктово-кожаные какие-нибудь, так и вообще очень мало. Вот. Но, тем не менее, фруктовые ароматы, они же классные. И именно летом, когда такое совершенно беззаботное настроение, когда не хочется усложнять ни себе жизнь, ни свой парфюмерный шлейф, именно в это время фруктовые ароматы носятся, по-моему, лучше всего, ну, по крайней мере, я так летом фруктовые парфюмы очень люблю и с удовольствием ими пользуюсь. Фруктовые ароматы, конечно, разные бывают, бывают такие, знаете, более сгущённые, более плотные, как, например, та же самая, ну, что может прийти в голову прям быстро, ну, например, Линтерди от Живанши, да, или как меня, Богдан, Блянтерди, Блянтерди, это уже моя импровизация, ну, вы поняли. В общем, вот я не про такие, я больше про именно беззаботные, такие, как газировка, как компот, как фруктовый, как какой-нибудь фруктовая тарелка, корзинка, ну, вот поймите меня, вот правильно я примерно обозначаю вектор своего сегодняшнего повествования. И буду переходить непосредственно к теме, напоминаю вам, что нужно подписываться на канал, нужно ставить лайк, звонить в колокольчик, писать мне какие-то комментарии, обязательно заглядывать в инфобокс, если вы этого не делаете, потому что там есть, во-первых, список всех ароматов, причём ставим кодом, то есть, если вас интересует какой-то конкретный парфюм, вы можете просто переходить по ссылочке и смотреть про какой-то конкретный парфюм, или там посмотрели, что-то не запомнили, вернулись назад, посмотрели ещё раз, или вы можете, обязательно, не можете, вам нужно обязательно подписываться на мой инстаграм, телеграм-канал, вот, там же есть заодно Ромагайд, на котором более-менее достоверная картина моего парфюмерной, моей парфюмерной коллекции, в общем, тоже можно посмотреть, если интересно. А я перехожу непосредственно к теме, желаю вам приятного просмотра. Подборка у меня получилась сегодня разная, в ней есть и бюджетные ароматы, и люксовые ароматы, и нишевые ароматы, и знаете что, даже два инди-аромата, что для меня вообще прям, оу, рекорд, мне кажется, столько инди-ароматов в одном обзоре у меня не было никогда, и вряд ли когда-нибудь снова будет, ну ладно, неважно, если это, конечно, не узкотематическое что-то. И начать я хочу с него, с аромата, который все взяли и просто раскритиковали, и я такая, в смысле, это Ангел Нова. Большая часть и моих коллег по увлечению, там, парфюмерных блогеров, да и, собственно, просто людей на фрагрантике, томно вздыхали, что Мюглер уже не торт. И вот это, дескать, аромат, который сделал Лореаль, и поэтому это прям прямое подтверждение того, что Лореаль убьет дом, и просто Орвыш и Гор, но если внимательно посмотреть на флаконе, там написано, что на флаконе нет, на коробке, что это Clorans Group, то есть это аромат, который выпускал еще Clorans, вот. И это новый взгляд на марку, это новый взгляд на все вот это вот, у меня больше половины от сотки. Я думаю, что все-таки, наверное, мне такое ведро не нужно, и, наверное, мне надо это продать и купить себе 30 мл. Вот. Просто потому что она дофигища места занимает в шкафу, это звезда. А я тут еще игрок в тетрис в плане шкафа. Что касается самого аромата, мне, вот, совершенно искренне, да, мне, к сожалению, никто не платил, я бы не отказалась, мне совершенно искренне нравится. Это беззаботно, это ледяной малиновый компот на базе из материала, который называется Аки Головут, вот, немножечко роз есть, но вот буквально, знаете, если вы в малиновый компот добавите несколько розовых лепестков, что они там изменят? Ну, особо ничего. Прекрасная малинка, жизнеутверждающая, веселая, легкая. Это вот аромат для меня из серии полилась и побежала, не заморачиваясь, ничего никому не сообщая, не усложняя, без того, что там, ну, три тома толкования к своему парфюму нужно выпустить. Просто хорошо, ягодно, комфортно, весело, прелесть. Вот, поэтому я с удовольствием ношу Ангелнова, можете записать меня к людям с плохим вкусом, знаете, как в той шутке, я рехардношу себя к людям с хорошим вкусом, но они регулярно приносят меня назад. Вот, вот, мне нравится. Далее, далее у нас будет тоже достаточно очевидная история, это биттер пич от Тома Форда. Это персик, и почему не лос черри? А вот как раз потому, что вишни, мне кажется, лучше носить в прохладное время года. Как-то они у меня в тепло не очень идут, а вот, вот этот вот прекрасный персичек, вообще чистый восторг. Это сладкая, аж липкая персиковая газировка, чуть-чуть припудренная ближе к базе, но не имеет особого значения. Сладкая газировка, жизнерадостная. Я уже сравнивала его, это вот верка сердючка на вечеринке, да, вот. Не важно, что ты мужик с накладными сиськами, звезду в башку в окно танцуешь всю ночь. Ну или детская абсолютно радость, когда вот пил газировку, уляпался весь, да, облился, вещи испортил. Мама смотрит очень недовольно, но тебе-то отлично. Вот, поэтому чистый аромат праздник, чистый аромат веселья, отличная работа, с удовольствием использую. Поехали дальше. И дальше мы приезжаем к инди-аромату, инди-бренду. Это у нас Микеле Бьянке. Я думаю, что многие из вас знают Микеле по его обзорам, рассказам, вернее, о том, как быть парфюмером, как учиться создавать ароматы на духе РФ. Ну и, собственно говоря, мой любимый из его ароматов, я думаю, скоро к нему приду и скажу, налей, пожалуйста, потому что он у меня уже почти закончился. Это ноты Бьянке, это аромат, посвященный белым ночам. Это аромат про сладенькую, дюшесную грушу. Вот абсолютно радостно, весело. Ну, здесь будут эпитеты примерно одни и те же везде. Для меня вот это самая-самая дюшесная груша из всех вариантов груши, что я знаю, что я пользовалась. Вот не заморочено, легко, хорошо, прелесть. И я пробовала другие варианты на тему такой вот тоже дюшесной груши у того же самого Poison Peer от Вороной. Мне вот ноты Бьянке нравятся гораздо больше. Вот, что отдельная прелесть. У Микеля для инди-марки вообще невысокие цены. И есть какие-то такие мини-варианты, насколько я знаю. Если вы особенно бываете на всех этих выставках инди-парфюмерии, то обратите внимание, у него, по-моему, от 5 мл этих объемов, этих тревелов начинаются, поэтому всегда можно купить, исходя из собственных финансовых возможностей. Вот, поэтому не первый и не последний его хороший аромат, но тот, который я лично ношу чаще всего. Именно потому, что больше всего у меня рука к нему тянется летом, а летом мне не хочется сложностей. У нас и так жизнь сложная, я в целом всю жизнь на сложных щах. Дайте мне 3 месяца немножко побыть дураком. Вот, когда я дурак, мне надо что-то такого простого, понятного, комфортного. Вот так. Из супербюджетного, конечно, бракаровский персичек, который многие из вас купили по моей наводке. Я знаю, многие прокляли меня за то, что купили, им не понравилось. Персиковая кожица. Кожица недозрелого персика. Он не супер-супер сладкий. Это не такой персик, как у Форда, потому что вот фордовский персик, он прям липкий. Это вот какие-нибудь или азербайджанские, или узбекские, или вот такие вот перезрелые прям персики, истекающие соком. А вот это вот скорее персик, который растет в Подмосковье. Да, и здесь солнце меньше, и поэтому он такой покислее, посуше как-то. Или просто его сорвали недозрелым, что тоже может быть. Но, как вы понимаете, это уже не первый флакон, не последний. У меня еще есть в запасе. Вот. Ну, просто потому, что я как-то где-то увидела его по хорошей цене, купила. Почему бы и не купить. Вот. А так 200 рублей. Просто порадуйте себя приятными мелочами. Очень-очень веселый. И, кстати, знаете что? Мне вообще редко делают комплименты на духи. Я так скажу. Ну, я хожу обычно не самым доброжелательным лицом, и люди как-то ко мне не подходят. Вот. Но вот на этот персик мне делала комплименты моя знакомая, мне делал комплименты приятель. Меня даже однажды тетенька догнала в метро и спросила, чем я пахну. А я была в нем. Вот. Показала ей фоточку флакона, тетенька радостно убежала, потому что увидела его цену заодно. Ну, вот. Так, я прям скачу вот так, знаете. Полегче, потяжелее, полегче, потяжелее. И давайте после ибракаровского персика я вам покажу куда более тяжелую артиллерию. Это у нас Elixir de Bomb от бренда 2787. Недавно я вам о нем рассказывала в каком-то другом видео. Это Барселона, это знойные испанские девушки. Вечеринки на пляже сладко. Малина, клубника с илангом, с карамелью, немножко с кожей, чуть-чуть сигаретка, загар, коктейль такой вот налейте, бокальчик, дама будет танцевать. Очень вечериночный аромат по настроению. Я не могу сказать, что такое нужно часто, поскольку у меня это подарочный флакон из пресс-пакета, он большой. Если бы я покупала сама, я бы купила 27 мл. Потому что он небольшой, и такого аромата не надо много лично на мой вкус. Потому что это вот какое-то такое, когда у тебя игривое настроение, да? Но чаще всего летом игривое настроение у большинства людей случается чаще, мне кажется. Просто что это как бы располагает ко всем вот этим вот безобразиям. Поэтому да, да, почему бы и нет. Как я уже сказала, это клубника, иланг-иланг, кожа, чуть-чуть табачка. Но клубника играет решающую роль. И еще одна клубника, это Red Cherry от бренда Castle Bajac. Не верьте названию, что здесь написано. Черри, нифига никакая это не вишня. Это клубника, малина и лесные ягоды. Причем лесные ягоды скорее в виде какого-то сосалки, какого-то леденца. Классный, очень классный парфюм. Рассказывала уже о нем много раз, поэтому не буду вас сильно долго им грузить. Это достаточно доступно по цене, потому что это стоит в районе 5000 рублей. Продается пока в Ревгош. Но я так понимаю, что они постепенно будут расширять зону его дистрибуции. В этой же линейке есть еще апельсин и мяты. Апельсин я попробовала, не впечатлилась. До мяты пока руки не дошли. Но если что, напишу в телеграм-канале про оба. А вот эти, вот это просто кайфец, друзья мои. Друзья, я им прям поливалась водка. Особенно, когда он только у меня появился. Еще была такая противная погода. Еще весна даже до конца не разогрелась. Клубнику уже продавали. Она была, конечно, кислая просто, как я не знаю что. Но хотелось уже чего-то такого. И как раз мне от души, просто в душу заходило. Я с удовольствием использовала. Дальше. Давайте виноградик. И первый виноградик. Здесь, к сожалению, уже покоцалась наклейка. Это сицилийский виноград от Ardeko Parfum. Элина Арсеньева. И тоже инди-парфюмер. Абсолютно ебанутая баба. Но духи хорошие. Вот ничего не могу сказать. Как создатель у меня симпатии никакой не вызывает. Это вот сладкий, аж до першения в горле. Вот когда, знаете, когда сладость переходит в терпкость и горечь, запах белого сладкого винограда. Вот в одном шаге, и он уже, знаете, вот он уже не созрел. Он уже перезрел. Вот еще чуть-чуть, и он уже начнет бродить. Это, конечно, еще не вино будет, да, но это будет уже какая-то такая вот пьяный виноград. Прелесть. Просто прелесть. Я вам прям, если вы ищете духи с запахом винограда, да, конечно, знаете, качество упаковки оставляет. Да, он у меня подзалапался. Я понимаю, я тоже поросенок, но извините, меня облезает вот эта штука. Вот, но аромат сам по себе красивый. Ну, чтобы вы понимали, я им его выносила уже половину флакона. Невзвеси, ничего в нем не появилось. Я прям очень довольна. Это действительно красиво. И второй виноград. Это любовная любовь моя. Я жду прям наступления, знаете, вот уже совсем жары, чтобы начать его носить. Это Кюр Виненум от бренда Парфюмери Женераль. Точнее, сейчас этот бренд называется Пьер Гиом. Пьер объединил все свои бренды, которые у него были, собственно, в один. И получился вот бренд, который называется Пьер Гиом по его имени. Но у меня еще старый выпуск под названием Парфюмери Женераль. Это аромат сладкой, сладкой кожи с медом и виноградом. И знаете, вот это такая нега. Это так, это так томно. Это вот где-то Италия, Испания, что-то вот такое. Почему у меня флакон как-то покуцанный весь? Странненько. У него как будто, знаете, пятно вот там внутри флакона. Ну, бывает, наверное. Вот. Это прям вот как будто вы где-то на юге Италии, Испании, сбор виноградов, вот собирают виноград. И вы где-то там валяетесь в каком-то лежаке, и вечер обещает быть томным. И вот все вот такое. Я просто страстно его люблю. Очень красивая штукенция. По-моему, один из самых популярных, и как следствие, один из самых труднодоступных ароматов у марки. Но если что, очень рекомендую попробовать. Вот не пожалеете, кто виноградную тему любит. Хотя не все, кстати, его чувствуют. И вообще в пирамиде там виноград типа не заявлен вот от слова совсем. Там по пирамиде что-то типа кокос, мед, кожа и что-то еще. Ну вот, но мне это пахнет, собственно, такой кожей с сладким-сладким виноградом. Хаяти Атар Коллекшн. Один из любимейших мной ароматов у марки. Я уже много о нем тоже рассказывала, и недавно совсем о нем говорила. Для меня противоречивый парфюм, потому что, с одной стороны, у меня вот такой как раз беззаботный. Малина, сливки, мороженое с ягодами. А с другой стороны, меня, конечно, дико триггерит на детство в плане его. Ну вот, и это немножко сбивает, я вам скажу, друзья мои. Вот. Но если забыть о моих каких-то детских фантазиях и воспоминаниях, просто беззаботный, незамороченный, очень приятный как раз летний парфюмчик. Он вышел летом. Я его носила летом, потом я думаю, нет, наверное, он все-таки на холода. Я его достала в холода, начала носить и поняла, вот к холодам он вообще не приспособлен. Это абсолютно не зимняя история. Это аромат совершенно точно на лето, особенно, знаете, когда уже прям жарко и вот буквально липко. Вот в это время он звучит просто красивее всего. И что? И что? И последним завершать будем сегодняшнюю подборку ароматом от Killian, который называется Playing with the Devil. У меня travel флакон. Я думаю, что я обзаведусь побольше флаконом, потому что нравится мне этот парфюм. Ну вот, и какими бы красивыми ни были Travel'а у Killian, но полноразмерные мне флаконы, их нравится все-таки больше. Это аромат про кровавая апельсина и смородину. Вот со смородиной, знаете, я когда собирала эту подборку, у меня были такие переговоры с самой собой, смородину включать сюда или все-таки нет. И потом я поняла, что вот единственная сладкая смородина, которая при этом не переслащенная и не попослепательная, которую я сюда хотела бы включить, это вот, собственно, Playing with the Devil. Потому что, ну, типа смородина как у бракар, а, собственно, это единственная моя смородина. Я имею в виду листья томата и черной смородины, или смородину и мяту. Это все-таки для меня история не про фрукты, это история про свежесть в чистом виде. Сюда же можно отнести амекист, лали, камелиору, демарли, и что мы там еще вспомним на тему смородины. Придумайте, пожалуйста, за меня. Они все кислые, и они для меня дают какое-то такое суперсвежее ощущение, эти ароматы, и это ароматы из серии, вот когда хочется именно от жары куда-нибудь. А вот здесь уже какой-то такой другой уровень. Это красивые кровавые апельсины. А кровавые апельсины – это настолько сгущенное вот это вот ощущение апельсина, что уже вроде как и не цитрус, а какой-то такой более сложный фрукт, если уместно это сказать вообще. Да и, собственно, смородина здесь очень концентрированная. Знаете, как будто собрали ягоды, выдавили сок и немножко выпарили его, что ушла вода, и получилось вот шаг до ротафии. Когда смородина варила, его потом разбавляют чистым спиртом до крепости, не помню каких градусов. И потом там настаивают какое-то количество времени. Вот здесь вот плотность смородины примерно как в ротафии. Поэтому, да, поэтому он отлично подходит сюда. Очень красивый, если любите фрукты. Вообще, в принципе, кстати, вот вся бывшая белая коллекция Киллиан, сейчас она не вся уже белая. вам то, на что вам надо смотреть, потому что, собственно, в девочке вот этот вот Асмантус, который все принимают за персик. И здесь и в... Я не помню, по-моему, Сануф Заси... Какой-то из двух, то ли Сануф Засити, то ли Форбиден Гейм, по-моему, да. Какой-то из них похож на феминитулю танца. И, соответственно, да, это тоже фрукты, это слива. Ну и что-то там еще тоже, собственно, вообще в целом марка Киллиан. Она там и Dangerously in Love... Нет. Не Dangerously in Love... Опасные связи, которые, да, вы поняли меня. Там много ароматов про сладкие фрукты. И, в общем, их надо пробовать и подбирать свое. Потому что, вот, собственно, бренд Киллиан, по сути, своей фрукты в ароматах, как-то реабилитировал. Потому что до них фруктовые ароматы воспринимались, ну, прям, как суперпроходные компоты. И это правда во многом. Часто было так. И таких вот проходных компотиков там нулевые было вот просто. Но Киллиан, перед которым стоял выбор, какой дорожкой пойти при создании своих, как бы, ароматов, продающихся через тему чувственности и всех вот этих вот туских удовольствий, они пошли именно через обыгрывание фруктовых оттенков парфюмерии. И что могу сказать? Могу сказать, что молодцы, потому что, правда, фрукты реабилитировали, они перестали ассоциироваться у нас с какими-нибудь дешманскими духами из ларька с запахом зелёного яблока и чего-то тому подобного. Напишите мне, пожалуйста, обязательно в комментариях, какой явно фруктовый аромат нравится вам. Вот какие фрукты вызывают у вас какой-то совершенно искренний восторг. Я, наверное, в эту коллекцию добавила бы аромат, который называется, по-моему, Бонхё? Бонжо? Французский язык. Багдан, я жду твой бенефис в данный момент. Просто мне в личку, в телеграм. Вообще-то это произносится вот так. Вот бренда Ликонт, который, по-моему, что-то типа аромат счастья, они его называют, там как раз вот дыни, арбуз и прочие бахчевые культуры. Но это такая императрица здорового человека. Вот сладко, фруктовенько, свеженько, приятненько. Всё откладываю в покупку. Вот, мне кажется, да, откладываюсь до того, что его снимут. Ну, наверное, не так уж сильно и хочется, раз всё никак. Вот. И даже не знаю, что ещё из фруктовых ароматов, таких явно фруктовых, мне было бы действительно нужно. Потому что, по-моему, самые разные фруктовые грани я в своей коллекции уже смогла бы играть. У меня есть и красивая груша, и красивая клубника, и малина, и вишня, и персиков. У нас разный вкус и кошелёк. Вот. Поэтому спасибо вам за внимание. Слова обнимаю. Пока-пока. Да, да, да. Не поблагодарила, сволочь неблагодарна. Не поблагодарила спонсоров канала. Особенно спонсоров уровня эксперт. Вы самые прекрасные в мире девушки. Я вас благодарю. И спонсоров остальных уровней, где есть не только прекрасные девушки, но и прекрасные молодые люди. Спасибо вам огромное. Если вы хотите присоединиться к числу спонсоров, поддержать мой канал, ссылка есть в описании. А вот теперь точно пока. Субтитры подогнал «Симон»